Одним из основополагающих проблем между Баку и Ереваном является процесс демаркации и делимитации. Вы бывший офицер в приграничной службе Российской Федерации. Как считаете, насколько вероятно, что Россия возьмет свою приграничную зону Азербайджана и Армении под свой контроль и во сколько это ей обойдется? На вопрос отвечает российский историк и политолог Олег Кузнецов. Россия никогда не пойдет на этот шаг, по крайней мере до тех пор, пока между Азербайджаном и Арменией не будет подписан договор о государственной границе. Для России это будет равносильно вступлению в войну на стороне Армении, со всеми вытекающими из этого военно-политическими последствиями. Армения как государственное образование абсолютно не жизнеспособна и бесконечно поддерживать ее физическое бытие в окружении стран, которые считают ее своим врагом невозможно. Еще 20-30 лет и Армения исчезнет с политической карты мира, так как самим армянам их страна не нужна. Вместе со смертью Армении умрет и российское политическое присутствие на Кавказе. И никакие контингенты пограничников противодействовать этому не смогут. В Зангизуле плотность населения сейчас составляет 5 человек на квадратный километр. А с такими демографическими показателями Армения никогда не удержит за собой этот регион, богатый рудными полезными ископаемыми, даже если его отдаст под контроль пограничных органов ФСБ России. Мне как гражданину России больно осознавать эту вполне очевидную перспективу. И Кремлю уже сейчас нужно переориентироваться в поиске для себя нового союзника в регионе, каким может быть Азербайджан. А для этого нужно сдать ему Армению для исторического возмездия. Если этого не сделать сейчас осознанно и добровольно, то это все равно случится в среднесрочной перспективе. Но последствия этого для Кремля будут фатальными и необратимыми, сказал Олег Кузнецов.